В Китае продолжается молодежный форум студентов провинций Верхнего и Среднего течения Янцзы и Приволжского федерального округа. Еще несколько дней ребята из России будут встречаться со своими сверстниками из разных учебных заведений Китая, посещать предприятия, знакомиться с достопримечательностями. С делегацией Чуваши в городе Чэньша встретилась наша съемочная группа. Хунаньский университет в городе Чэньша – одно из старейших учебных заведений Китая. На его территории еще сохранились корпуса древней школы Юлы У, открытые две тысячи лет назад. Говорят, из этой школы вышли многие известные государственные деятели и философы Поднебесной. Впрочем, и нынешним студентам прочит большое будущее, как минимум, на ниве международного сотрудничества. Форум молодежи китайских провинций и регионов Приволжского округа уже шестой по счету, и с каждым годом общение становится все более доверительным. В этом году в состав российской делегации вошли 130 молодых людей из Поволжи Чуваши, представляли студенты Государственного университета, Педагогического университета и Сельскохозяйственной академии. Приятно, что честь приветствовать участников форума от имени российской делегации выпала чебоксарцу Егору Николаеву. Площадка для развития дружбы, сотрудничества и взаимопонимания молодежи России и Китая. Мы будем продолжать углублять нашу дружбу. Сотрудничество между регионами ПФО и провинциями Верхнего и Среднего течения Янзы в последние годы стало особенно активным благодаря созданию Совета Волга-Янзы. Напомним, его учредили в 2016 году, и с тех пор реализовано немало совместных проектов в различных сферах. Я имел честь приглашать китайскую делегацию, которая состояла из руководителей провинции вдоль Верхнего и Среднего течения Янзы в городе Ачебок-Цары Чувашской республики вместе с полпредом Комаровым и замполпредом Машковцевым вместе провели третье заседание данного совета. В ходе данного формы мы договорились, касающиеся межрегионального сотрудничества. Мы действительно такие друзья, которые могут говорить на одном языке. И очень здорово, что сегодня здесь этих друзей становится больше в силу того, что здесь находится наша молодежь, наше будущее. В дни форума студенты обеих стран работали по очень плотной программе. Помимо музеев и спортивных объектов, они побывали на различных предприятиях города Чаньшан. В руководстве китайских компаний много молодых людей, которые прекрасно владеют русским языком. Так что общение оказалось весьма плодотворным. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика, из Китая.